Девушки отдыхают В атаку бежи молча Есть Бежать молча Чтоб никаких за Родину никаких украинцев Новичков новых Все носу страху закричат Не орать ему Все молча Это еще почему? Ты родному скажи спасибо Что людей бережет Чем позже немцы нас обнаружат Тем больше шансов до их окопов добежать Ванька Ты еще двормыш На Елисеев Лев Ты еще и здесь сидишь У меня звездочка оторвалась Звездочка смотри что башка не оторвалась Приготовиться быстро Я знаю Девушки отдыхают Я знаю Я знаю Я знаю Я знаю ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВОЕ ПО-ТЕЙСЬ, ТЕРВОЖНАЯ МУЗЫКА А я у Ротного в связных. И чё? Да пошёл ты. К Ротному. Ну, как знаешь, моё дело предложить. Где эта улица? Где эта улица? Гад сучонок. Не тяни, оборвёшься. Не причитай. Как думаете, Евгений Ильич, этой ночью немцы будут пытаться нас выбить? Ночью? Я думаю, гораздо раньше. Зачем же они тогда нам деревню отдали? Они масштаб наступления оценить не могли. Вот и отошли. Главное, чтобы наши усы его взяли. Вот почему тянут. Непрофессионально воюем. Если уж наступать, надо было сразу на обе деревни. Тогда третья деревня осталась бы у нас почти в тылу. И немцам пришлось бы отступить. А так? Не рано ли паникуете, старший лейтенант? А при чём здесь паника? Я просто пытаюсь здраво и трезво смотреть на вещи. И вот когда у меня дрожат руки от страха, я свой стыд за это на других не перекладываю. Вы правы. Как увидел, что в атаке солдат косить начало, аж замутило. Ну а когда за мной красноармейцу полтула ещё осколком срезала, то вообще в глазах померкло. Уже и бой давно кончился. Они вот всё дрожат. Вот и собираю волю в кулак. Волга, Волга, Яка, как слышно? Пытаетесь показаться лучше других? Волга, Яка, как слышите меня? Зачем? Волга, Волга, Яка, как слышно? Как слышно? Мне же вроде как положено. Ну, разве что положено. Есть. Товарищ старший лейтенант. Да. Помкомбаты на связи. Да, на связи, товарищ капитан. Докладываю. Населённый пункт Овсяникова от немцев освобождён полностью. Так точно. Винтовочно. Семенов, иди сюда. Что? Что? Не видите это, какая срамота? Снять это всё. Живу эту генетскую гадость. В лучшем случае. Снимай. Я тебе к Серёва, три полных. Четвёртый снарядил. Там. Откорьтесь. Мы не стреляли, так что 14,7 у нас вообще почти полная сумка. Ну и гранат штук 20 на взвод точно есть. Только это. Товарищ капитан, потери у меня большие. Пол роты полегло. Да я всё понимаю, старший лейтенант. Мы послали вам на подмогу два пулемётных расчёта. Как только они до вас зайдут, выставьте их на край левого фланга. И поддержите нас огнём. Товарищ капитан, да мне б не пулемёты. Мне б хотя бы пару сорокопяток. Старший лейтенант Пригожин. Входные. Гомбар Ларионов. Слушай меня внимательно, Пригожин. Поддержишь атаку на Усова пулемётным огнём. И при необходимости будешь готов со своими бойцами вступить в бой. Как понял меня. Товарищ подполковник, у меня пол роты осталось. Я не спрашивал, старший лейтенант, сколько у тебя людей. Я спросил, как ты понял приказ. Приказ понял, товарищ подполковник. Ну, чё, мужики, как наш цирюльник? Ожил? И вот ещё колоток. Я нормально. Ну, тогда готовь стол. Угощайтесь. Консерва. Это мне. Фашистка. Две штуки. Опа. Где взял, Костик? Да где взял, там уже нету. Если бы не Басов, притащил бы побольше. Ещё галеты. Обошёл тебя бугай. Ничего, я его тоже малостью делал. О, хоть кто-то о нас подумал, а. Ведь почти сутки не жраем все. А ну, слезисты приползли, а. Провода телефона приволокли. А хоть бы кто додумался мешок сухарей прикладить, а. Размечтался. Раньше ночи всё равно не привезут. Это точно. Да жить бы до ночи-то. Ну, как, товарищи, настроение? Я нормально. Какое может быть настроение? Хреновое. Вот выбьют нас фрицы отсюда. Да порастреляют на поле. Как драпать начнём? Я вам подрапаю. И думать забудьте, чтоб я этих разговорщиков, Барков, больше не слышал. Ведь сами же убедились, товарищи. Можно немцев бить. Пушки где? Почему сорокопяток нет? Будут сорокопятки. Как стемнеет, привезут. Патронов у нас навалом. Подождём до ночи, товарищи. Пулемётчики-то нам к делу. Только бы дошли. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, братцы. Вот суки. С двух сторон поедали. Поднялись. За мной! За мной! Сины! Поможем! Пошли! Ну как дорожка? Да, пошёл ты! Карзин! Живо в стаблую избу доложите ротному, что пришли пулемётчики. Это амигом? А какая изба-то? Вторая слева. В крайне раненых собрали. Ага. Сержант, вы как? Нормально. Пойдёмте, я вас на левый фланг отведу. У меня бойца одного убило. Да, я видел. Шуркин! Хватит стоять. Поступаете в пулемётный расчёт. Подчинение к сержанту... Усакову. Усакову. Давай за мной. Давай, парень, помогай. С нами не соскучишься. Усакову. Взяли на левый фланг. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Значит, усы выбрать будут? Почему всё так нескладно получается? Деревню взяли, сколько народу осталось. Сколько нас. Подмога нужна, её нет. Пушки нужны, тоже нет. О чём начальство думает? Аж дадим деревню, ножи виноватыми сделают. Чё тебе, Сомов? Товарищ сержант, вы давно Карцева знаете? Дней десять. Сформирование, а что? Он, конечно, не подарок, но боец знатный. Мне кажется... Нет, я уверен. Он не тот, за кого себя выдаёт. Что-что? А? Печку протопили, молодцы! Товарищ старший лейтенант. Там это... Племётчики прибыли. О! Наконец-то. Насчёт жрачки... Трофеи слабые. На бутылочке штабса нашлась. Так что давайте... По глотку, а? Наших помянем. Ну чё сидим-то, связь? Угощайся. Ну-ка дай. Товарищ старший лейтенант. Да. А вы кем до войны были, а? Я, Карцев, на шахте. Главным инженером работал. Ага. Вот как так? Вы начальники без гонора. А Зысоев и дня в командирах не проходил, а уже задирается. Власть почуял. А ну, Карцев, за мной. Проверим, что там на левом фланге творится. Что ж ты раньше-то молчал? Я не был уверен. Но сегодня, когда он сказал, что из Москвы... Всё сложилось. Вот те на эти хрен в томате. А Пригожин его своим связным сделал. Зашивись. Значит так, чтобы об этом никому ни слова. Я к Пригожину, понял? Есть. Ну, что тут у вас? Началась атака на Усово. Сержант, я приказываю. Поддержать атаку пулемётным огнём. Боюсь бестолку. Товарищ старший лейтенант. Далеко. Тут верста с гаком. Только себя откроем. Вы что, не слышали приказы, сержант? Я, конечно, должен вам помогать, товарищи командиры. Но если мы пулемёты откроем, немец их тут же и прибьёт. Чем их атаку отражать будут? Сержант! Открыть фланговый огонь по Усову! Огонь! Может издюжат, но уж больного фрица в огне там много. Да там дело не в огне. Фактор внезапности. Вот чего у них нет. Нас-то немцы поутру к ней ждали. А, там уж подготовились, по уму. Раступались, что ли? Командир, а? Может и правда пулеметы перенести на запасную позицию, а? 15 град. Хорошо, 15 град. Готовьтесь. Готовьтесь. Стоять. Товарищ старший лейтенант! Ротный! Файер! Чего это он? Не знаю. Мне надо с вами поговорить! Пулеметы в укрытие быстро! Быстро! Мужики, ложись! Сосой! Прикрут! Вы что делитесь? Наряды быстро в укрытие! Уходим! Блин, газ! Силы! Давай! 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 Нога! Нога! Тихо! Нога! Аня! Вот твоя нога! Товарищ старший лейтенант! Сам инструктора Надя! Я знаю! Прижмите его к земле! Соня! 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 Ротный! Взлет outside! Держи горы! Не хочу умирать! А, а, а! Сон, инструкторов! Сплошь палатку! Со мной живо! Живо! Соня! Закончи без меня! Тихо! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Товарищ подполковник, атака на Усова захлебнулась, у нас большие потери Немцы обстреляли Овсянникова, не исключено, что они постараются деревню отбить Может, стоит послать на помощь? Сюда идет 30-я армия, гвардейские минометы, танки, наступление будет с часу на час А может, со дня на день, а может, вообще Знать бы точно, когда, направил бы им первые роты, и сорокопятки, и чего там еще А не знаем, ждем, все ждут И покуда ждем, Пригожин будет справляться сам Построение устраивать не будем, негде, да и некогда Но мои слова до своих взводов донесете, как есть Штурм может начаться в любой момент Нашу численность и вооружение они себе представляют вполне, только что называется, неперехитрим Немец нас изучил, как облупленных Каждого прицел видел Это точно Фрицы наверняка рассчитывают, что мы отступим Они, несомненно, считают, что так будет лучше для нас Но Боюсь, подкреплять нас не будут Короче, братцы, рассчитываем только на себя Бой будет тяжелым Воздух! Воздух! Не древь, агафонов, это рама Что за рама такая? Самолет немецкий, разведчик Ну все, взялись они за нас как следует Вот еще напасть, теперь жди беды А до сих пор цены беды не было, прямо как сыр в масле катались Не передавай, а санаторий какой-то Твою ж мать! Бомба-то не нашлось, что ли? Ей-богу, цирк Философ, ты давно в цирке был? Да, честно говоря, никогда А я был, вот и обезьян в дрессировочных виде Ей-богу, как люди, как люди, ей-богу, ну Что это за листовки они распитывают? Даешь зерновые и корма Родине в закрома Пропаганда, пацан? Только немецкая Гарантирует жизнь всем добровольно перешедшим Даже пропуск напечатан Ты что? Не мучься, Ванятка, лучше картинки смотреть А-а-а Ага Листок не дадут рога! Будем подчиняться по трибуналу! Семенов, живо собирайте листок! Не верит нам начальство Думаю, ты прям прочтем этот листок И к немцу плен А когда советская власть народу доверяла? Да никогда Комиссара до сих пор выпытывает то, какого происхождения Ты полегче на поворотах, щитовод А то еще на стукача нарвешься Да ладно Листовки не смейте читать! И не осмотреть листовки! А куда тогда смотреть-то, если они повсюду? Глаза, что ли, потерять? А ну-ка, Мальчихин, давайте Берите каску, поможете мне Только не смейте читать, особенно вслух А может, если вы сказали, не трогайте, не смейте Его после этого не расстреляют, товарищ полигрус Слушай, Константин, вы что дурака из меня делаете? Я же не посмотрю, что он младше меня позвонит Дам нос так, что юршка польется Я, между прочим, в институте боксом занимался И разряд имею А, вот оно что А я додумал бы только по политической части Без моего разрешения Листовки не трогать! А что вы так страшитесь этих бумажек, ей-бог Ну, ну что вы прям думаете, что кто-то За просчет их И купится на фрицевские обещания Все может быть, Басов Все может быть Повторяю Листовки не трогать и не считать Их могут подбирать я и мои помощники Так, Гаврюшкин Фокинг Давайте на левый фланг Семенов с собой возьмите Мальчихин, давайте Плачевский, живо на правый фланг И собирайте листовки Семенов Я сказал, глистовки не читать Смешно Под пули вместе ходим С одного котла хлебаем А доверия нет Ну как жить? Как в бой идти? Никто спину не прикроет А, Костя? Ничего, Ванетка Я прикрою Кого это еще к нам несет? Да бог его знает, кого несет Пошел! Кто это? Сейчас посмотрим Обемережьте, хлопцы! Сильно заделан Печень его знаю Дай погляжу Поверь ты! Костя вроде цела Жить будешь Винтуй Да хватит ржать, как баба Так я, ци хлопцы, все по-честному вид радости Вы уже не гниваетесь на меня Ох, вид воевавший на час Так дело житейское Рано легкое Да я бы и сам радовался А ты кого к нам ведешь-то? Так ты ж начальника саблига увидел Малашо лейтенант Рыков Как пожирать или сорока пяток подкинуть Так жди до ночи А как особиста, так Раз Что застыли бойцы? Здравия желаю, товарищ младший лейтенант Что с тобой, Власюк? Зачемпило, товарищ младший лейтенант А не слишком ли удачно в левую руку прям? Ты не сам ли себя зацепил-то? Так у него же там, товарищ младший лейтенант Я не к вам обращался, рядовой Где командир Роты? В избе, где ж ему быть-то? Нашли время Все поле в листовках, а они в избе Показывайте, где это? Это все В деревне листовок больше нет А что вы мне врете? Там на поле с полтысячи штук лежит На поле мы не собирали, товарищ лейтенант Так идите и соберите Никто туда не пойдет Поле простреливается немцами Я только что оттуда и не собираюсь это обсуждать Назначьте ответственных и прикажите собрать все листовки до единой Иначе Это плохо закончится И для вас, политрук, в том числе Я не имею права рисковать жизнями бойцов ради этих ничтожных бумажек Выполняйте и не заставляйте меня писать рапорт о саботаже И подводить вас И ваших бойцов под трибунал Послушайте У меня приказ командира батальона Моя задача удержать населенный пункт У меня и так большие потери, у меня каждый боец на счету Ни кем рисковать я не стану Тем более тратить время на выполнение бессмысленных распоряжений Ах так Хорошо С вами потом разберутся Соедините меня с комбатом Подполковник Ларионов будет на месте вместе с помкомбата через час Хорошо, подождем А пока пойдемте-ка проверим, нет ли у кого из ваших бойцов этих бумажек на руках И ось мы, уже добрые, пьяные, стоим в порученной церкви А Боб? А Боб, он мовчик и на це дивится А Петро його и запытывает Ну, и чего ж твий Бог за мной ничего не робит О-о-о-о Слушай, давай махнемся, а? А-а-а На що? На що? На що... Ну, смотри Опа Вот это машина. Ну дай, ну дай поглядеть, ну. Если тебя комиссуют по ранению, то этот трофей посерьезней будет. Твоих часиков, ну. Давай, давай, давай. Я сгоден. Давай. Давай. Лосюк, ты что там делаешь? Вас считаем, товарищ Малашо-лейтенент. Фамилия? Басов. Рядовой Иван Басов. Листовки есть? На кой они мне? Показывай карманы. Я что, не по-русски говорю? Это что? Это книжка. Красноармейцы. Фамилия? Рядовой Карцев? Листовок у меня нет. Была одна. Да пока вы были в хате, я ей подтерся. Не лезь, лейтенант. Худо будет. Листовок у меня нет, уж поверь. А устраивать шмон ты права не имеешь. Стрелянные, знаем. Есть у меня права. Карцев, покажи ему карманы, иначе вместе по трибунал пойдем. Расход захотел, падла. Одежу к осмотру! Я тебе так скажу. Здесь не зона, и обыскивать я себе не дам. А уж, коль мы на передке, и до завтра доживем навряд ли, то угрожать мне бестолку. Ясно? Рыков, вы не имеете права. Имею. По закону военного времени. Но! Костя, уступите ему. Я прошу тебя, Карцев. Ночь надвигается, фонарь качается. Милитон ругается в ночную тьму. А я немытая, дождем покрытая. Стою забытая. С керсы на углу! Ну, по-моему, это моя. Ну, ты костик даешь. Весь мой Шнапс теперь твой. Товарищи красноармейцы! Я младший лейтенант Рыков. Особый отдел. Приказываю всем расстегнуть одежду и вывернуть карманы. У кого будет найдена немецкая листовка, пусть пеняет сам на себя. Товарищ младший лейтенант, мы все собрали и сошли. Я что неясно сказал? Одежу, космодро! Это что? Письмо. Какое письмо? Кому? От матери. От какой еще матери? Я спрашиваю, где немецкие листовки? Под трибунал заходить. У меня правда нет. А у кого есть? Есть. У... Что? Назренно. Я спрашиваю, а у кого есть? Я просто по сэр. Я мотив Капа. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Извини, командир Ей-богу, я эти листки на раскурку взял Да что ты мне объясняешь, что я не понимаю? Как будто эти листовки поганые кто-то читает Но сделать я ничего не могу Так по дурости По дурости так значит и ответят за свою дурость У нас впереди бой, каждый боец на счету И к тому же подумайте, какое будет моральное состояние красноармейцев После того, как их товарищи расстреляют Да ладно, ладно, ты тоже не перебирай На расстрел твой боец не накурил Да этот боец первым ворвался в деревню И врухопашную сожил фашиста, а тут бумажка Да не завязывайся ты в узел, я понял Делаем так, моркова ты ему отдай Да отдай, отдай Не связывайся, себе дороже А я посмотрю, когда знание пойдет И бойца твоему в обиду не дам Даю слово Все Да, напомню Кто там? Старший лейтенант Пригожий Насчет подкрепления в живой силе и артиллерии Все У них там ЧП Рядовой листовки немецкий припрятал Говорит, на закурку Расстреляли Нет Почему? Ну что, удовлетворены, старший лейтенант? Вы закончили? Политрук Да по этой характеристике его не арестовывать, а награждать надо Встать Я бы на вашем месте этого не делал Это почему? Не могу гарантировать вам вашу безопасность У меня 80 человек Бойцов, только что побывавших в Адуа Под смертью И неизвестно, что кому придет в голову Когда они увидят спину человека Который ведет их товарища К пополю на расстрел Не тому угрожаете, старший лейтенант Соплей не распущу На выход Могут до темноты подождать Ну вот, началось Живей, живей Кажись, достал Хорошо, если не всех Плащук Плащук, ты жив? Живый Як вы Да не очень Начальника твоего ранило Цильно Добре Дальше надо по пластунски и шустро Ну я один, его не дотащу Хлопцы, мы не до вас порсты Подожди, Микола Я однажды Через поле Козу на себе клейк рюпер У нее роды тяжелые были А ты поди не больше весишь? Я у меня коза А кто? Козул? Ну тише, тише Что вы смотрите? Так мне не до вас помстить Чини Ах Хлопцы Не надо Начинать заговариваться стал Думаю, помрет скоро Добре Дурак ты Жизни хорошей не видел Вот и запудрили тебе мозги Что хорошо, что плохо Не понимаешь Да получше вас понимаю Да? Тогда вперед Отдышался? Лощук Отдыхай Темноты ждем Добре Не спится? А почему вы не партия, старшой? Не подкован политически Не дорос Это вы-то не доросли С высшим образованием А при чем здесь это? Иногда высшее образование Мешает по-настоящему о людях думать И это, политрук Вы прекратите меня допрашивать Каждый у нас волен вступать в партию Или не вступать Дело добровольное, так ведь? Конечно, добровольное Может, на ты перейдем? Ну, если вы настаиваете То можно попробовать Хотя я бы не торопился Взял бы вот сначала Спиток вот таких вот Занятых немцем деревень А там посмотрел бы Не доверяете мне Что не так, Евгений Ильич? Знаете, я Ушел на фронт добровольцем в июне 41-го К стрельбе и грохоту привык сразу Нас на шахте еще не так громохало А вот с такой вот тишиной Не свой всем Обычно она не предвещает Ничего хорошего Сами же говорили Немец ночью не воюет Как-то оно так Но для большинства бойцов Это вообще первая ночь на передовой Так что самое время Пройтись по постам А, Ефим Борисович? Пойдемте Разрешите, товарищ подполковник Стемнело? Можем попробовать отправить людей И боеприпасы На помощь Пригожину Сразу же после немецкой атаки Думаю, она скоро будет Тогда помощь будет не нужна Но если будет не нужна Значит, не будем отправлять Чего, Рябинин, волком смотришь? Да хочу понять, как так можно Мы же людей там на верную смерть оставляем Не дрейф, капитан Ты же хотел спросить Почему я людей на верную смерть отправил Так? Не спать, товарищи! Не спать! Я вот что думаю А если подмогу не пришлют Товарищ политрук Мы опять на вось Отобьемся, не отобьемся Скоро все придет В штабе обещали Товарищи, не спать! Не спать! И давайте бойцам раскисать, Аганесян Трое суток Марса Плюс бессонная ночь Умаялся народ Знаю Только не спать, родные Должна быть нам подмога Должна! Восюк! Э! Микола! Заснул что ли? Сейчас самое время идти Слышь, младший лейтенант Хочу, чтоб все соблюдали законы Чё? Думаете, я не знаю, как меня проклинают и плюют вслед. Сука. Как он может? Совести у него нет, а только совесть. У всех разная. Вы вот меня про семью спрашивали, а нет у меня никого. Беспризорник я, бывший. И на своей шкуре испытал, как такие вот, как вы. Совестливые. Лишний раз пнуть на рове. Что? Вырос и узлобился на всех? Нет. Но государство меня отмыло, отогрело, дало образование и поставило следить за соблюдением закона. Следить, чтобы неотвратимость наказания была для всех. Им не начихать, что про меня думают. Они слишком ли вы пусть коцкие, да пусть верину свои новые законы утвердили? Всех через хребет переломали. Вся власть у вас! Хоть иди казните, хоть иди милуете. Ты знал, что нельзя брать листовки. Зачем взял? Ты нарушил закон. Да у Дин хрен помирать. А так, глядишь, кого и прикрыл бы с собой его копия. Закон для всех один. Ну-ка, скажи мне, по какому такому закону я тебя сейчас тащу? Я ведь не обязан, а? Закон, закон. Да пусть закону мы все должны в гиене огненной гореть. А там, там. Мы только по милости Божьей указаться сможем. А, понятно. А я уж тебя потерял. Ну-ка, дай-ка. Ну, как дела, братцы? Все хорошо, товарищ старший. Сидите, сидите. В порядок, товарищ старший лейтенант. Встретим мне все как полагается. Вижу, что подготовились, так не тримайся, братцы. Соловьем! Ну что, земля, ссыканул? Сдал папашу? А? А ну прекратить, Карцев! В расход будьте с ученок! Только попробуйте еще такое повторить. А я что? Я ничего. Вы не правы, Константин. А забыть все равно бы у папаши эти листовки нашел. Товарищ старший лейтенант! Да. Сколько нам жить осталось? Честно? Не знаю. До утра доживем, хорошо. Тогда можно я расскажу короткую историю? Жил-был в Москве, в Мариной роще, известный ворец и девист, Костя Виталев, по кличке Виталя. Все про него знали, только поймать не могли. Так вот, в прошлом году, в мае, рядом с кинотеатром «Уран», он вытащил кошелек у одного зажиточного гражданина. И мы с моим одноклассником это видели. Но Олежек и вступился. Костя, как водится, сбежал. А Олегу через неделю вечером воткнули нож в бок. И он чудом вышел! Как думаете, товарищ старший лейтенант, может ваш звездной быть вором-рецидивистом? Да еще и находящимся во всесоюзном розыске. Да дело же не в том, что приказа на отход у меня нет. И не в том, что удержать деревню Роти Пригожина без усиления практически невозможно. А в том, что потерять посланных туда людей и орудия проще простого. Вот тогда я окончательно обескровлю батальон. Ты спросишь, какая цель у нас погибать во всяниках? Так я тебе отвечу. Я твоего пацана не резал. Много чести с такой шалупунью связываться. Ну вот когда в октябре 41-го в Москве паника началась, что, мол, немцы в городе, мы тогда несколько ювелиры хорошо обнесли. И вот тогда нам легавые крепко на хвост сели. Все разбежались, я туда-сюда, смотрю, дыка пятилетки. Толпа мужиков, добровольцев. Но я к ним затесался, у одного олуха документики незаметно подрезал. Смотрю, зовут так же, Костик. Но я золотишко-то припрятал и на фронт, думал, по дороге сбегу. Так не поверите, мужики. В четвертый месяц воюю. Нравится. Товарищ старший лейтенант, в расход идут, суку. Отставить, Басов. В расход идут, суку, и все дела. Отставить. Товарищ старший лейтенант, его надо в расход. Отставить, я сказал. Не понимаю, откуда у нас это. Что? Да вот это в расход, в расход. В расход. Слово-то какое придумали. Как про дрова какие-то. Мачихин, ты оглох. Он же урка, урка он. А я, Ваня, тоже не всегда был колхозным щитоводом. А кем ты был? А? Преподавателем философии. В Ленинградской академии. Ну, как тут у вас? Ночь признаний. Присоединяйтесь, полетрук. Тебе как сует. Алексей. Ты знаешь, Леш, как улыбается твое дитя после того, как мамка его сиськой покормила. Подойдешь потихоньку к его люльке, а он по сторонам глазенками елозит, губежками чего-то там безвучно шевелит. И вдруг увидел тебя и улыбается. Мы ведь вообще, русские, мало улыбаемся. А тут дитя на тебя, дурака, и скотину смотрит и улыбается. Просто так. Ни за что. Не знаю, кто ты. Ему и все равно. Подвиг ты совершил. И любил кого. Это улыбка. Как причастие. Как что? Ко прощение всех грехов, женок. Немцы. Скажите, Мачихин, а вы за что в своей жизни отвечали? Убежали от революции в деревню и там вели учет чужих дел и судиков? На свою собственную жизнь, как сами сказали, вы просрали. Что? Испугались слова в расход. Спрятались, как крыса. Я Россию люблю. Берите, я защищать ее пошел сразу, как только понадобился. Не Россию, а Советский Союз. Да хоть Союз. Союз. Сколько лет вашему Союзу. Россия никуда не делась. Тысячу лет была и будет. Но почему мы так относимся друг к другу? Я Родину пошел защищать. Все записались, ну и я тоже. А нам присылают офицеры особого отдела с помощником. А еды никто даже не подумал нам принести. Хотя мы здесь почти сутки не ели. Надо признать, немцы воюют отменно. Вон, всю Европу сожрали и поперхнулось. Но чтобы начать их бить, мы должны заставить их понять, что мы умеем не только отступать, но и стоять насмерть. Тяжно. 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 А вы не задаетесь вопросом, где все жители этой деревни? А их здесь нет. Их увели подальше от боевых действий. Почему враги относятся к нам лучше, чем мы сами? И по дууме автоматов угнали работать на немцев! Прекрати! Басов, иди сюда. Ты, Костик, зря его пожалел. Ваня, прекрати! Басов! Я сказал... Я сказал, Ваня, прекрати! Извини, Сарлей, надо было раньше вам сказать. А так уж вышло! Что вы хотите? Ну, пойдем, я тебе покажу, что они с нашими сделали. Вставай! И последнее, капитан. Неужели ты не понимаешь, что если немцы нас победят, они никого в живых не оставят? Да. Здесь человек бести. Вся деревня. Господи, Душа, Господи, 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 сколько здесь детей. Господи, Господи, Господи. Господи, 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 Господи Братцы! Открутай фашист! Не спи, товарищи! Бьем гадину! Братцы! Товарищ подполковник! Чего тебе, лейтенант? Немцы начали атаку на Овсяникова. Чтобы все наготове были, капитан. Чем черт не шутит? Выбить немец Пригожина и сходу на нас попрет. Так что всем подъем. Есть. За мной. Есть. Деман Андреевич Фюрерс! Отступаем! Все отступаем! Деман Андреевич Фюрерс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вы говорите, у меня пропуски, я не стреляйте. Хочешь жить? У меня не стихает. Стреляй! Ну же. Ты чего выйдешь сам? Ты чего? Ты чего? Стреляй! Ты чего? Кайзер! Эти свиньи все одинаковые. Ничего страшного. В конце концов, мы научим их убивать друг друга. За мной. Что греха дать? Сварила всех, вот и пошло все вернуло. Напомни, так провалился фашистский план. Потому что Рыков по ним с поля пулеметом врезал. И своим криком нас поднял. Ого! Почему Рыков? Может быть это папаша? Вряд ли. А если б не этот пулеметчик, нас бы все к капусту покрошили. Товарь старшинный. Да только хрен им. А никакой старшинный. Чего это еще кого к нам бить? Глянь, неземлянцы, нет? Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Немцы не планируют наступление. Они решили окопы минами завалить. А ну, повтори. Сигнал к обстрелу. Красная ракета. Стих бой. Опоздали. Не бой. Атака стихла. Все только начинается. Да кого вы слушаете? Этот орелик полчаса назад немцами восхищался. Я клянусь, я слышал, как немецкий офицер приказал сравнять окопы с землей. Я говорю по-немецки. Если это так, то сейчас они забросают нас минами. И через полчаса даже тот, кто из нас останется в живых, воевать будет не в состоянии. Если мы не отступим, фриц перебьет нас, не понеся ни единой потери. Есть приказ комбата взять и удерживать Овсянникова. Уйдем, нарушим приказ. Ваня, а сколько нас осталось? Тридцать два. Нельзя нам уходить, командир. Верно, нельзя. Но я в вашей жизни, как и свою, готов отдать только в обмен на фрицевские. А вот так, задаром, превращать свою роту в фарш я не позволю. Поэтому последний приказ будет мой. Политрук Зорин. Я. Сержант Лавров. Я. Выводите остатки роты к своим. Я, Басов, Карцев. Остаемся здесь прикрывать отход. И проверим. Не соврал ли я сам? Позвольте, тогда и я останусь. Я бы тоже остался, командир. Я, Басов и Карцев. Остальным приказываю отходить. Гранатенверфер инстеллун к ринге. Абат темпо. Гаван. Абатин давай. Лос. Лос. Зел антрихи. Зел номер два. Зел номер четыр. Этфернон. Ахтунда мета. Господин офицер, минометы к обстрелу готовы. Хорошо. Поторопись, Ефим Борисович. Удачи, старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант. Гляди, чего у этого прохиндей есть. А? Ничего так ядрененькие. Шкварчит. Сигара. Родный. С вас тост. Ну, во-первых, спасибо, что вы со мной, братцы. А во-вторых, если Сомов не соврал, и вот этот наш последний бой, все равно за победу. Знал бы Прикуп и жил бы в Сочи. За фарт и за победу. А я ни о чем не жалею. Мамку бы обнять. Я обещал ей вернуться. А то заругает. За победу. А-а-а. О-о-о. Продолжение следует... 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 Но... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...